Вашему вниманию предлагается проект решения Ачинского городского совета депутатов об утверждении порядка реализации инициативных проектов в городе Ачинске. Проект подготовлен в связи с изменениями федерального законодательства и внесенными изменениями в устав города Ачинска. В раздаточных материалах у вас рядом имеется схема, которая называется реализация инициативных проектов. Предлагаю вам в ходе рассмотрения этого проекта обращать внимание на эту схему. Проект направлен на реализацию прав жителей города на внесение в администрацию инициативных проектов. С инициативой о внесении проекта вправе выступить инициативная группа. Численностью не менее 10 граждан они должны достигнуть 16-летнего возраста и проживать на территории города Ачинска. А также право выступить с инициативой есть у органов территориального общественного самоуправления. Первым делом создается данная инициативная группа, которая разрабатывает инициативный проект, которая обсуждает его далее, что является обязательным на собрании или конференции граждан. Обсуждение этому посвящен отдельный раздел в нашем порядке, который разработан и является приложением к решению. В том случае, когда численность жителей до 300 граждан, тогда проводится собрание. В случае, когда численность граждан более 300 жителей, проводится конференция. Все это в порядке указано и изложено. Проведение собрания или конференции также посвящено определению территории, где будет реализован этот инициативный проект. Далее возможно также выявление мнения граждан путем проведения опроса граждан и сбора их подписей. Когда это все рассмотрели, инициативная группа на собрании и конференции, инициативный проект выносится в администрацию города. И дальше уже потекли обязательные для администрации сроки, со дня внесения проекта. Первый и самый главный срок, это проект подлежит обязательному рассмотрению администрации города в течение 30 дней. То есть администрация сразу определен, у нее срок на рассмотрение проекта, который не может быть продлен более. Следующий срок, это в течение трех рабочих дней, со дня внесения проекта. Информация о его внесении подлежит обязательному опубликованию и размещению на сайте города Ачинска. Тут на два действия, обращаю внимание. Опубликование это в Ачинской газете, сразу появляется внесение проекта. И на сайте города Ачинска также появляется об этом информация. И здесь в этом же сообщении, в этой же информации администрация города сразу должна указать срок, в течение которого граждане города, все граждане города вправе внести свои предложения и замечания в администрацию города по данному инициативному проекту. Этот срок не может составлять менее пяти рабочих дней. То есть он определяется администрацией города, они определяют дату и говорят, что в срок до такого-то числа вы вправе направить свои замечания и предложения по проекту. Обращаю ваше внимание, что в администрацию города может быть внесен как один проект, так и два и более. Они могут касаться разных вопросов. В случае внесения в администрацию города двух и более проектов гражданами города Ачинска, администрация города организует проведение конкурсного отбора. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией. Тут необходимо обязательно вам сообщить о том, что конкурсная комиссия определяется распоряжением администрации города, формируется. Но состав этой конкурсной комиссии, половина этого состава, обязательно формируется с учетом предложений городского совета депутатов. Состав комиссии в количестве шести человек. И сразу забегу немножечко вперед. В повестке дня у нас есть вопрос о назначении в состав конкурсной комиссии. Мы с вам сразу предлагаем проектом решения и решением на сессии, которая будет принята, определить свои предложения от городского совета депутатов. Потому что сроки для рассмотрения инициативного проекта в администрации города очень сжатые. И для того, чтобы не уделять какое-то внимание и время на сбор сессии городского совета, мы определим с вами уже членов, которые по предложению городского совета войдут в состав конкурсной комиссии. Данное конкурсное комиссия, заседание комиссии, администрация города должна организовать в течение пяти рабочих дней, после окончания срока на предоставлениями гражданами нашего города своих замечаний и предложений по проекту. И проводится это заседание конкурсной комиссии с целью принятия решения о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. Проводится заседание с учетом поступивших замечаний и предложений от жителей города. По итогам проведенного конкурсного отбора, все прошедшие конкурсный отбор проекта, по ним уже администрация города в рамках, напомню, 30 дней принимает окончательное решение о поддержке инициативного проекта, либо об отказе в поддержке инициативного проекта. Решение принимается также с учетом поступивших предложений от жителей города Ачинска. Всю информацию о ходе реализации поддержанного администрацией города инициативного проекта обязательно подлежит опубликованию в Ачинской газете и размещению на официальном сайте. Кроме того, администрация города в течение 30 календарных дней с момента завершения реализации проекта полный отчет о ходе реализации данного проекта также подлежит опубликованию и размещению на сайте. Также еще хочу отметить очень важный момент о финансировании данных инициативных проектов. Так вот, реализация этих проектов возможна не только за счет финансовой поддержки из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, но и за счет добровольных денежных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Эти денежные взносы направлены на реализацию конкретного инициативного проекта.